МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Алексеевская, Славянская, Третья. История старейшей гимназии города на Березине. Мы на улице Социалистическая, 119. Еще в далеком 1904 году Бобруйской городской думой было принято решение о строительстве женской гимназии. Она получила имя Алексеевской. Существует две версии происхождения этого названия. Говорят, что сам Николай II дал разрешение назвать гимназию Алексеевской в честь рождения цесаревича Алексеем. Другие же утверждают, что Алексеевской ее сделал курьезный случай. Во время открытия гимназии один рабочий нес портрет Николая II, подскользнулся и упал, при этом повредив портрет. Чтобы искупить вину перед государем, было решено назвать гимназию в честь сына императора. Бобруйская Алексеевская женская гимназия. Дом представляет собой двухэтажное кирпичное здание. Фасад раскрепован междуэтажными поясами, декорирован лопатками с нишами, разнообразным обравлением окон, подоконными нишами, зубчиками. Все окна на фасаде имеют лучковые перемычки. Площадь застройки 560 метров квадратных. Дом приобретен городским управлением за 52 323 рубля. На дом имеются две закладные. Одна – Веленскому банку на сумму 24 300 рублей, другая – дворянину Келчевскому на сумму 20 000 рублей. После открытия в начале октября 1906 года в гимназии обнаружились многочисленные дефекты, без устранения которых едва ли возможны были бы и самозанятия. В течение четырех лет производился постоянный и при том неизбежный ремонт. Алексеевская женская гимназия в Бобруське распахнула свои двери 1 июля 1906 года. Первоначально гимназия была семиклассная, а уже через год был открыт 8-й педагогический и подготовительный класс. В это время здесь обучалось уже более 400 гимназисток. Образование было платным, но этот факт лишь дополнял популярности данному учреждению. Гимназисткам преподавались такие дисциплины, как математика, физика, география, природоведение, русский язык, чистописание, рукоделие, рисование и закон Божий. Предлагалось также изучение иностранных языков – французского, немецкого, латинского, но эти дисциплины были необязательны. Преподавали в гимназии выпускники исключительно престижных учреждений образования Виленского высшего женского училища Петербургского университета и других. Однако после Октябрьской революции 1917 года Алексеевская женская гимназия в Бобруйске перестала существовать. В ее здании в 1921 году была открыта советская школа имени Янки Купалы. С 1930 по 1941 здесь размещался РАПФАК, а в первые послевоенные годы – Бобруйское педучилище. С 1949 и до 1955 – Учительский институт. До 2009 года здесь и средняя школа номер 5 – Славянская гимназия. Сегодня это государственное учреждение образования – гимназия номер 3 города Бобруйска имени митрополита Филарета Вахромеева. Славянская гимназия номер 3 или женская Алексеевская находится рядом с еще одним интересным объектом – аллеей праведников народов мира. Так что недостатка во внимании у данного исторического объекта в городе нет. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Очень люблю Бобруйск за его уютность, компактность. Все жители очень доброжелательные, позитивные. Очень мирный город. И мне кажется, что все-таки в перспективе мы будем жить еще лучше. Я люблю свой город, горжусь им и горжусь, что об обречании. Это мой родной город. И все, как родной город, можно не любить. Червоная вежа, Бобруйская крепость, евреи. Это все Бобруйск. Ну как вам, люди здесь очень хорошие. Очень хорошие, добрые. Прямо, вы знаете, не знаю, что добавить. Добрые друг другу помогают, подсказывают. Вот видите, я не туда пошла, мне уже бы сказали, куда идти. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру. Мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута дом-работа-дом, то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова